Дорожные бригады после спада воды в Лазовском округе восстанавливают проезды. Напомним, они были разрушены после тайфуна Хиномнор. Местами река Киевка полностью изменила русло и протекает там, где до этого была дорога. В этих местах потребуются масштабные работы. Глава региона Олег Кожемяка также встретился с жителями Кишиневки, одного из наиболее пострадавших сёл. Проезд к нему и электроснабжение восстановили. Работают комиссии по оценке ущерба. Прорабатывается возможность запустить автобусное сообщение с ЛАЗО. Получается, вы уже за сегодня сделаете проезд? Да, сейчас он нам сделает, но завтра мы просто его, он проезд есть, но мы просто хотим сделать, чтобы у нас право здесь ходили с техникой, грунтой ходили. Вопросы основные, проблемы, слава богу, что дорогу пробили сюда, чтобы мы взяли на учёт, потому что идёт сейчас работа комиссии, это работа комиссия выполняет муниципалитет. Вот, по оценке там предоимущества, по приз, который они подготовят. Вот, все документы поступят, потом соответствующим образом начнутся эти выплаты. Вот, то есть, а что здесь ещё, вы считаете, важным? А что нам нужно обратить внимание? Да, на дороге. Ну, по дороге мы... Помимо того, что заказных вот этих автобусов, у нас не было такого, ну, маршрутного, допустим, как раньше был, 8 часов он выходил или у вас только 8 у нас проходили? Да, значит, сюда не зайдёт никакой там коммерческий маршрут, в силу того, что у вас там тариф маленький, прочее, прочее, но ведь вопрос в тарифе, это ваш вопрос, да? Вы принимаете те решения, которые связаны с тем, что вот такая стоимость, вот себестоимость у него он рассчитал, а тут, говорит, я на такую стоимость не пойду. Не пойду, потому что, ну, так давайте вы сделаете её большей стоимостью, вы сделаете стоимость и доплачиваете, значит, должен быть билет, какое-то там количество денег, значит, то, которое население способно платить, определили, а вот эту доплату нужно делать из муниципального бюджета, а мы посмотрим, чем вам помочь, потому что вы сформируете так, чтобы коммерсантам было, ну, кто владеет автобусами, было выгодно, потому что с учётом того, что и дорога убитая, ну, хотя мы здесь при любых обстоятельствах, у меня, сегодня заверили, что здесь всё равно, эти 5 километров в этом году мы средства заложили, может быть, помешал там тайфун, второй седьмой километр продолжать делать в асфальте, и на 23-й год мы заложили тоже порядка там 5 или 6 километров, но без автобуса, если вот это главная проблема, это основная, ну, так давай это сделаем.